На востройках, как в трущобах, жители нескольких пешенебельных ЖК Астаны могут наслаждаться комфортом только у себя дома. За пределами их дворов грязь, канавы и горы грунта. Зимой все это замерзает и представляет собой опасный аттракцион, который для многих может закончиться на больничной койке. Но больше всего люди боятся весны, когда все тает и превращается в непролазное болото. Впрочем, это далеко не единственная проблема. Анна Абрамова обо всем по порядку. Жители нескольких столичных многоквартирных комплексов страдают из-за бездорожья. Асфальт здесь однажды уже прокладывали, но спустя год вновь все перекопали. И вот уже на протяжении почти двух лет проблема не решается. В этом квадрате пять жилых многоэтажек. Подъехать к трем из них можно только по этой дороге, точнее сказать направлению. Из-за ям и бугров, а местами и гор замерзшей глины сделать это непросто. Впрочем, еще сложнее идти пешком. У нас нет нормального проезда. Также есть дети, которые в ночное время возвращаются, ну как, в темное время уже. Каждый раз всем родителям приходится, естественно, бежать и водить каждую вазарочку, чтобы никто из них не упал ни в эти вот выкопанные траншеи. Но если дом, в котором живет Маржан Муханова, расположен чуть дальше, то вот Аманжол Елемесов сталкивается с тотальным бездорожьем сразу, как только выходит из подъезда. Разрыто возле паркинга, мы не заехать нормально не можем, только с одной стороны. Помимо прочего, у нас здесь садик тоже находится, здесь всегда дети выходят, то есть это очень опасно для жизни. Но и это еще не все. Из-за постоянных земельных работ, которые коммунальные службы ведут на протяжении последних двух лет, в ближайших домах то свет пропадает, то с канализацией проблемы возникают. Вот здесь у нас проходит канализация, и все кольца не закрыты. Получается, когда они проводят земельные работы, засыпается канализация, и наш дом наполняется, само собой, этими нечистотами. Кабель нам повредили, без света, без воды остались мы. Мы в Ясийский Акимат обращались, в ТО-9 обращались, в УРК-отделы обращались. Нам приходил Акимат Ясийский, объяснили, что здесь проводятся телекоммуникации, проходят. В Акимате не скрывают, что вынуждены были доставлять людям неудобства. Но проблему с подземными коммуникациями уже вроде как решили, и скоро здесь наведут полный порядок. На сегодняшний день инженерные сети уже построились, и остается достроить дорогу, асфальтирование дорог, и благоустройство тротуаров, и так далее, озеленение. Это планируем где-то в конце апреля текущего года, в начале мая начать. Если верить столичным властям, то предстоящая весна должна стать последней мукой жителей этого квадрата. Но люди боятся того, что с благоустройством, как всегда, затянут до глубокой осени. А потом, как это часто бывает, сделают ремонт быстро и некачественно. Анна Абрамова, Улагат Мергалиев, Тимирлан Нуртаза, столичное бюро КТК.